Приветствую вас! И по вашему описанию получается так, что мужчина просто-напросто не знает, чего он хочет. Он вроде бы любит вас, хочет быть с вами, как с любимой девушкой, но при этом не может отпустить и свою жизнь, и девушку-друга. Если вы не верите в то, что между мужчиной и женщиной возможно дружба, и если мужчина не готов ради вас, как для любимого человека, отказаться от нежелательного общения с данной личностью, то это означает, что мужчина мечется между вами и ей, не зная, что выбрать. И здесь есть только один вариант решения проблемы. Так, чтобы мужчина наконец определился со своим выбором. Это оставит его в покое. То есть, вам здесь нужно по возможности действовать достаточно жестко. Скажите ему, что ситуация, которая происходит на протяжении какого-то времени, вас не устраивает. Вам надоело, что вы как бы живете в этом немного образном, но все же любовном треугольнике. Пусть даже и не любовном, но треугольнике. И скажите, что вы не готовы делить мужчину с кем-то еще, даже если это кто-то девушка-друг. Тут важны именно ваши желания. То, чего вы хотите. Потому что для любимого человека важен как раз таки комфорт, спокойствие, гармония именно его возлюбленных. То есть, вас. И если это не делается, значит, мужчина либо любит недостаточно сильно вас искренне. Либо он последует какие-то свои цели. Так или иначе, вам, кроме негатива, данная ситуация ничего не несет. И потому нужно вот это примерно сказать мужчине. И определить, что вы готовы с ним быть только если он будет вести себя немного иначе. То есть, не будет постоянно вмешивать вашу личную жизнь, ваши личные отношения, третье лицо, кто бы это ни был. Сегодня это девушка-друг, завтра еще кто-то, не важно. Вы это только вы, вы это пара и кроме вас отношения, по вашему мнению, никого больше нет. И далее мужчину нужно оставить наедине с самим собой. Чтобы он побыл без вас, разобрался в себе, в разлуке понял, кто ему дорог. Либо вы, либо девушка-друг. И сделал выбор. И вот тогда уже и вам, и ему будет легче определиться с тем, А какое же, собственно говоря, будущее в ваших отношениях? Что вы вообще сами друг от друга хотите? И получаете ли это? Потому что если ситуацию оставить так, как она и есть сейчас, ничего не изменится. Вы будете так по-прежнему ругаться, Мужчина будет так, так же по-прежнему метаться из стороны в сторону, И в конце концов все чувства, которые у вас были друг к другу, уйдут. Их просто уничтожит постоянный негатив. Чтобы этого не было, в отношениях нужно сделать паузу, Вам переосмыслить какие-то моменты, Мужчине переосмыслить какие-то моменты, а после встретиться. И тогда будет понятнее, Кто из вас что чувствует, И насколько готовы ради друг друга жертвовать. И вот тогда уже вам будет легче определиться с тем, как быть дальше. А, начиная на ваш конкретный вопрос, Как объяснить такое поведение мужчины, Мужчина может сказать так, Человек нерешительный, Не знает чего хочет, И мечется из стороны в сторону. Собственно говоря, Мужчина, который не знает чего хочет, Для женщины является наименее привлекательным выбором. Потому что с таким мужчиной действительно достаточно тяжело, На него не положиться, Не понадеяться, Не дел совместных вести, Не довериться, Ничего. И на самом деле, Это тоже нужно озвучить, Сказать ему, Что вас не выздравливает, Такая вот, Такая вот, Метая в правильную сторону. И вы хотите видеть рядом с собой, Все таки уверенного в себе, Стремленного, Твердого человека. И если мужчина готов таким быть рядом с вами, То вы готовы тоже с ним быть. А если нет, Ну нет, значит нет. Это его выбор, Его право. И, собственно, Дальше, Ваши дорожки Пойдут каждая по одиннадцать. Вот, Примерно, Так, Можно объяснить, Вашу ситуацию. На этом все. Надеюсь, Что помог вам. Если какие-то вопросы остались, Обращайтесь в личку, Помогу. Если вам понравился мой ответ, Пожалуйста, Сделайте его лучше. Буду благодарен. Благодарен. Пока, Желаю вам удачи, И, Всего доброго. Я желаю вам еще принятия верного решения, Относительно своей дальнейшей жизни.